Привет, друзья! Микрофон Антик. Мы продолжаем играть в Казаки 3. У нас рейтинговая игра 2 на 2, 15 ПТ, 5000 ресурсов. Играем мы за Нидерланды. Это практически стандартная европейская нация, но у них мушкетёры немного другие. Мушкетёры 17 века, через которых мы сегодня и сыграем. Итак, как вернуться в Казаки 3, если ты давно не играл, но очень хочешь и хочешь что-нибудь помнишь? Не знаю, на самом деле, как это сделать, потому что я уже понемногу косячу, чувствую. Вот сейчас склад построил немного позже, чем нужно. Немножечко не там, где хотел, но ладно. Так, склад мы сжигаем. Зачем вообще удалять склад в начале игры? Спросите у Ютуба. Прямо так и спросите, если вы не знаете Казаки 3, зачем удалять склад? И Ютуб вам ответит, я думаю. Так, меняем резко так, чтобы нам хватило на 3 городских центра. Что там надо? Я уже забыл, блин. Ну, 1000 на камень и 500 на дерево, да? Как-то так. Вот, на 3 городских центра нам хватает. Идём добывать пока что дерево, дровишки. Тут надо сразу же склад построить, наверное, да? Который должен был построить сразу там. Ну ладно. Это всё мелочи. Ещё не такие были косяки. Бывало, я вместо склада удалял городской центр. Да, Кузьминца надо строить, точно. Вот, продолжаю я потихонечку втягиваться в эту игру. Многое всего, короче, я уже пропустил. Продолжаем выяснять, как вообще модно играть сейчас на 15-й ПТ, в какие войска, как чего. Вот, но сегодня мы через мушкетеров будем играть, вот через этих ребят. Время 5 секунд. У Европы там не помню, какое время производство. Возможно, сейчас уже такое же. Потому что было уже с момента выхода казаков куча патчей, где всё переколбасили. Всю механику. Все эти временные постройки и так далее, и цены. Так что... Но раньше было так, что нидерландские мушкетёры немного быстрее выходили, чем европейские. Так, вы добывайте, придурки. Иду там. Иду надо прокачивать, конечно же. Эти ребята там тоже иду пойдут добывать. И я хочу найти сейчас золотишко, которое разбросано по нашей карте. Вижу уже справа снизу потенциальную шахту. Вот, и тут тоже надо иду изучить. 325 золота нам для этого понадобится. Окей. Значит, какой у нас план? План у нас такой, что мы сейчас построим две казармы, потом дип-центр. На дип-центр накопим. Будем нанимать там рунда шир. Что, серьезно? У меня всего две шахты. Что так мало-то? Что так хреново-то? Одна шахта далеко от базы, как обычно. И одна должна быть где-то тут, я думаю. Потому что других мест уже... Черт, там какое-то железо гребанное. Вот она, золотая шахта. Отлично. Так, ну и, конечно, раз мы... Так начали играть, то надо построить еще одну железную шахту. Потому что мушки-теры... Да, требуют железа. Отлично. Все, что, 4 минуты прошло. Потихонечку начинаем развиваться. Где у нас кузницы там? Надо взять, как обычно, косу, чтобы у нас не истощались поля. Хорош. Ну и дальше прокачиваем золотые шахты. Это первая очередная задача. Так, у нас везде производится... Да, везде производятся мушки-теры. Так, меняем, конечно же, еду. Сейчас посмотрим, за кого у нас там играет союзник. А союзник у нас играет за Саксонию. Окей, 2 ГЦ. Мм, интересно. На 15-ти ПТ все-таки надо через 3 ГЦ играть. Учитывая, что... Профессионалы, так называемые, в Казаках-3 даже на 10-ти ПТ играют через 3 ГЦ. А на 15-ти-то и подавно. Вот. Ну и как я уже говорил в предыдущем ролике, будем смотреть различные тактики. Там, во что лучше выходить. В конюшни, в артиллерию, там, в 3 Казармы, 18-й век. Все это мы, конечно же, будем пробовать постепенно. Но не сразу, не сразу. Надо сначала как-то попривыкнуть. Немножечко попривыкнуть. Так, 5 минут прошло. Еще одна шахта пошла на улучшение. Последняя осталась шахта золотая на улучшение. И затем мы будем строить уже дипломатический центр. Ну и копить на 3 Казарму. Я планирую 3 Казарму поставить. То есть есть вариант выйти в 18-й век. Там экономику улучшить. Но я хочу в 3 Казарму и побольше мушкетеров. Вот. На самом деле, 3 Казарма поставится где-то на минуте уже 11-й. В идеале на 10-й с половиной минуте. То есть когда будет 10 минут 30 секунд. Но это уж как получится. Мушкетеров там выйти особо много-то не успеет, конечно. За время до окончания мира. Но в перспективе будет хорошо у нас с мушкетерами все. Так, ладно. Сейчас мы что делаем? Берем дерево и строим гип. Там где-то 5000 примерно. Или как. Не помню уже. Да, 5000 примерно на дерево. Нормально сейчас гип построится. И мы плавненько переходим к добыче железа и угля. Потому что нам очень много понадобится угля. Во-первых, на прокачку наших мушкетеров. Железа не так много, но тоже понадобится. Поэтому я планирую поставить все шахты железные и угольные. Плюс прокачать угольные шахты. До второго уровня как минимум 2 штуки. Вот. Нанимаем рондашеров. Это будет прикрытие для наших стрелков. Это на всякий случай так вот. Озвучиваю некоторые моменты элементарные. Для тех, кто только-только подключился к казакам. И еще много всего не знает. Так. Дерево-то нет у нас. Слушайте, как же я медленно все делаю. Раньше было лучше. Раньше было о-гу-гу. Ну ничего. Какие наши годы? Так, все, хорош. Надо еще не забыть охрану расставить. Ну, на охрану у нас пойдут рундашеры, я думаю, да? Можно даже, в принципе, пехотинцев легких понанимать. На охрану поставить. Как вариант. О, ну и... Нет, слушайте, рано, рано, рано. Рано. А, сначала казарма. 4-4-3. Где-то у нас еще угольная шахта затерялась. Блин. Не люблю такие моменты. Это она тоже далеко от базы. Должна быть. Вот. Ну и сейчас планируем казарму. В принципе, уже время подходит. Ну что, нашли вы угольную шахту-то? Вот она. Капец как далеко. Все, все шахты поставлены. Так. Дерево уже есть. И строим казарму. Ну, да, 12500. Ну, пачки, пачки. Ну, как я говорил, примерно на 10 минутах, 30 секундах мы казарму это ставим, третью. Вот. И она строится. Нормально, успел. Все не так плохо. Дальше начат офицеров парочку. Опять юнитом. Нормально. Ну, и дальше, в общем-то, мы как раз будем заниматься улучшением угольных шахт. Тем более, что у меня одна шахта вообще построилась очень поздно. Из-за того, что я нашел поздно. Так, уголь пошел. Ну, возможно, даже придется три шахты прокачать угольные. Потому что вот... Так уж у нас сложилось. Да, давайте три прокачаем. И рискнем, как говорится. Все, нормуль. И начинаем прокачивать стрелков. Насколько успеем. Так, в Саксонии у нас, что, три ГЦ все-таки поставила. Гип есть. Две казармы. Восемнадцатый век, наверное, выходит, да? Одна конюшня. В конюшню пошел. Окей. Понятно. У Саксонии, блин, в восемнадцатом веке хорошая конница. Гвардейские кавалеристы. Но... Восемнадцатый век, как вы понимаете... Так, подожди. Че хотел-то? Я хотел у тебя там... Черт, забыл. Ладно, фиг с ним. А, мельницу хотел поставить, да. Дерево. Еще одну мельницу у нас скоро тут закончится. И да, там... Места-то нет для мельницы, дашь. Вот. Нам нужно скорострельно взять, как минимум. То есть силу выстрела мы не успеем прокачать всю. Но скорострельность две штуки взять обязаны просто. Для этого нужно шесть тысяч камня и шесть тысяч дерева. И кучу золота. По углю пятнадцать двести, да? Так, слушайте, мы в одну угольную шахту, я так понимаю, не послали народ. Так, расставляем охрану потихонечку. Охрана будет не так много. Чисто, чтобы успеть взорвать шахту при обнаружении врага. В непосредственной близости к этой шахте. Я думаю, как обычно, парочку сечевиков мы наймем. Если вдруг мы встретимся с стрелками врага. И сечевики будут забегать. Войска врагов. Так, пять у нас без дела стоят. Ребята, добывайте пищу. Не тупите. Сейчас не время тупить, у нас жилые места кончаются. Не время тупить. Блин, слушайте, у меня сейчас с жилыми местами этими не хватит средств на... Скорострельность. Домики я строю, как обычно, по направлению к врагу, чтобы, если что, их подзорвать. Подзорвать, блин. Поуничтожать. Поджечь. Так, пять пятьсот золота. Ай-яй. Так, тысяч четыреста. Скорострельность пошла. Походу, вторую мы даже не успеем взять. Сейчас посмотрим. Так. Сто двадцать, да? Все, пошли. Пошли на границу. Сейчас будем вести войну. Так, можно вот сюда уже перейти. Из одного госца перенаправляем на второе поле. Тут пять пятьсот золота. Уголь, как ни странно, накопился. Не хватает немножечко дерева. Угу. Окей, пока идем, что-нибудь успеем, может, взять. В принципе, жилыми местами пока можно пренебречь. Скорострельность, она всегда важнее. Пища сейчас копится. А, пища-то я не прокачала до конца. Вот. Вот в чем косяк-то мой. Думаю, что мне пища медленно копится. Я ее не прокачал. Это плохо. Это плохо. Ну, ничего, мы все равно затащим, я уверен. Почти что. Сечевиков тоже подгоняем. Мы должны затащить, у нас другого выбора нет. Ой-ой-ой. Вот, пока не нападать. Я не буду сейчас рисковать нападать. Кому-то нафиг надо. Я пока с сечевиками побегаю тут. Наведу шороху. Ух-то, смотрите, какие у нас тут приятные вещи творятся. Это у нас Нидерланды тоже, да? Здравствуйте. Как ваше ничего. Так, вообще, нам вторую академию поставить и улучшение-то клепать. Блин, вторая академия дорогая. Так, что ли сделать? Подкрепы все пошлем. Так, 2400 дерева, окей. Башенку мы захватили. Это круто. Сразу же уничтожили. На чьей стороне преимущества пока непонятно. Они тоже ставят вон эти орундаши. С этой стороны забежать. И вовремя отбегать, если что. О, они уже идут, смотри-ка. Пытаемся тут за скалой. О, беда, беда. Все, пошли. Нельзя больше терпеть. Сочевики у нас по назначению используются. У него что-то больше, по-моему, орундашей, чем у меня. Сейчас у нас проблема с живыми местами решится. Да, вот эти решки, их решки. Много мы отвлекли их, конечно. Все, отступаем. Отступаем потихонечку к своей базе. Че, тут так вот бывает. Небольшой косяк и... Так, между прочим, это саксония тоже, да? Окей, окей. Ну, мы сейчас прикрыть и сообразим. Да, слушай, мне надо бы всегда отступать к домикам. Вот они за мной увяжутся и там... Дастся кого-то... Убить, да? Так, парочку орундашей мы там уничтожили. Хорошо. Так, и качаем тогда... Все, что можно качать. Нет, он не ведется. Он не идет на домике. Правильное дело, черт поберим. Все, пошли. Так, че у нас тут еще? Подмога пришла. Небольшая. Ну, мы сейчас должны затащить, в принципе, надо. Радошли вперед. Хотя фиг знает. У него может скорострельность прокачана уже полностью. А у меня нет. Все, с подмогой мы затащили. Нормально. Короче, не надо таких ошибок делать. Это будет не уроком. Но я имею в виду с едой. Из-за еды мы немножечко... Не успели прокачать своих ребят там. Но, тем не менее, мы живы. Противник у нас вообще скучает, походу, да? Бедняга. Ну, ничего, ничего. Так, че у нас тут собор? Аж депо сейчас построится. В 18 век выйдем. Возьмем мешки. Попытаемся наверстать упущенное. Так, еще возьмем топор и... Дерево тоже немного будем добывать. Отлично. Все, 18 век пошел. Сейчас сразу же мешки. Так, у меня шахты золотые, к сожалению, пропали. Точнее, одна пропала. Надо ее восстановить. И, пожалуй, что в депе наймем парочку сечевиков. Вообще, сейчас противник может во рту выйти и нам не поздоровится. Ну, это, конечно, не факт. Че они там планируют делать там. Так, 18 век у нас есть, да? 3-3-500. Так, 4 сюда, значит. Все, берем гребаные мешки. Так, все, кто не занят, идут рубить дрова. Отлично. Ну и стрельбу прокачиваем в топ. Хорошо. Пошли-ка сечевиками поможем чуть-чуть хотя бы нашему врагу. У нее тут замес тоже нешуточный. Он даже может сликться, я думаю. Ну, наш союзник, я имею в виду. Смотрите, у врага много стволы. Видимо, наш союзник немножечко не предусмотрел это. И даже не отступает. То есть, не ведет войска назад. Можно было вглубь базы отойти. Душир-то у него есть ведь. В чем проблема-то? Непонятно. Мне до него, блин, не добежать конями-то своими. Потому что у меня коней нет. Ну, кроме сечевиков. Так, надо я не только покружить. Может, он много стволы без присмотра оставит, как вариант. Нет, не оставляй, смотри-ка. Все у него схвачено. Печалька, печалька. Ну, что поделать. Такие дела. Да, надо в конюшню выходить тогда. Что-то другого у меня не остается. Так. Можно было к нему вот этим войском пойти, но я бы, во-первых, не успел, а во-вторых, у меня противник нападет. Сейчас можно попробовать, конечно, сходить. Ну, хрен знает. Против много стволов, опять же, только рундаши. Только рундаши. Керева. Можно и в казарму попробовать, как бы, в 18 веке. Там еще надо брать лопату. У кого есть на это деньги? У меня нет. Так, драгуны или кирасиры. Ну, к чем вопрос? Стрельба у меня прокачана уже. В принципе, драгуны это хороший вариант. Против много стволов, конечно. Возьмем, короче, карму. Карму, блин, по Фрейду. Карту. Разведка. Это ключевой момент в войне. Кто владеет информацией, тот владеет всем. Вот. Противник прочувал, что у нас войска уходят и направился на нас войной. Такие дела вот бывают. Так, ну что, пошли пробуем? Или нафиг? Не успею вернуться и сейчас нападу. В чем проблема там? Так, этот чувак сдается. Отлично. Ладно. Я остался один. Динозавр меня оставил. Наедине с пингвином и бобром. Можно арту сделать. Так, у арта есть противника? Арта нет. Уже полегче. Ну, что поделать-то. Так, лопату берем тогда. Ставим казармы. Пробуем отбиться. Не хватает жилых мест. Да, ну, смотри, говорят, церковь не работает. Нанимаем попов до кучи. Так, вот он уже идет. Я еще один офицер. Ну, что, все. Попадаем. Тут у нас домики все равно не успевают достроиться. Сочевиков у меня нет вообще. Мы их понанимаем. Это вот так мы должны отбить. По ощущениям. Фиг знает, хотя. Что-то быстро ложатся на шеврагине. Да, вроде отбили. Пошли в контрнаступление. Ну. Черт, блин. Даже не знаю, какой будет исход в этой битве. Черт, эта армия небольшая на меня тоже может поберечь. Там у них уже две нации захвачено. А я второй нации-то не озаботился. Это не очень хорошо. Так, ну, по крайней мере, жилыми местами мы вопрос решили. Так, ладно. Наши конюшни, значит, все делаем. Сейчас вот мне пойдет он, конечно, будет интересно. Они могут меня, в принципе, в заперти на базе держать. Я вот башенки построю с правого фланга. Что, вот эта армия у нас должна перебить вот эту, да? Должна. У него уже рейтара есть, что плохо. Так, давайте-ка мы пригоним сюда сечевиков, если успеем. Казарму 18 века будет запустить неплохо. Так, окей, что у нас там? Расстреливаем их потихонечку. Сечевики бегут, сечевики бегут. Сечевики занимаются крестами, я думаю, да? Они как-то неслаженно играют, на самом деле. Вот он подмогу посылался, и везде кто. Ух ты, эритар, да сколько, ёптить. Эритар очень много, чёрт побери. Ну, мы тут нормально. Зашли так. Надо стрелковку убивать. Так он взрывает свою базу. Отходим отсюда. Не лезем, не лезем. Так, чё тут у нас? Я построил парочку арт-депошек. Всё, стреляем. Так, эритар мы расстреляли, это хорошо. Ох, беда, беда. Так, давай ещё сюда. Надо рундуширов взять с собой, как-то притащить эту базу. Ну, отступить нам уже некуда, отступать. Будем принимать бой. Судя по всему. Вот армия тоже двинулась на нас тут. Справа фланга-то, да? Ух, огонь. Рядка огонь. У нас эта армия может разложить в два счёта просто. Нет, зря я сюда арт-депошек убрал, да? Назавтра. Всё, давай, фигачи. Сычевики пошли с флангом. Заруба. Так, связываем ближним боем. Всё, и возвращаемся на базу. А на базе у нас большие не успели достроиться, к сожалению. Ну, зря я так сделал, блин. Пушитель стян тоже в бой. Так, зажиги, где многостолка? А, сверху многостолка. Так, отбились мы, да? Короче, немного косякнуло я тут с управлением армии. Но, тем не менее, мы пока живы. Мы отбились. Достроить нужно. Эти башенки. Так, они снова начинают армию собирать, да? Окей, пошли сюда. Сейчас мне тут закорребут с этими набегами. Надо бы ещё, наверное, поставить казарму-то. Или конюшню. Конюшню или казарму. Так, 9 600 по золоту. У меня уже дохрена золота просто. Некуда девать. Это всё потому, что война. Так, азарма пошла. Ардопот уже пошла. Так, чё у нас там пардопотом? Второй набег. Чё-то не оставили тут многословы. Просто так ещё не подойдёшь, да? Так, рандешеры есть тут вообще? Нет. Эй, алё. Где у нас рандешеры? Куда они идут? Иди сюда. Из дип-центра вот сюда надо управлять. Тут мы, значит, совершили очередной налёт на базу врага. Две золотые шахты работают на меня, между прочим, прокаченные. Надо уголь железа прокачивать. Вот чё я вспомнил там. Да, слушайте, тяжко очень идёт игра после долгого отсутствия. Меня в этой игре прям чувствую тяжко-тяжко. Так, ну может саксонских парочку этих ребят возьмём себе. Чисто гип поставить там, не знаю. Ещё чё-нибудь. Всё, он удаляет свои казармы, твою мать. Как же мне тут не убить-то своих ребят. Многие большинство спас. Тучку шахты надо захватить. Так, снизу там собралось уже войско. У нас гаубицы готовы, в общем. Только что тут опять есть. Два многоствола. Давайте на возвышенность тут займём позицию. Так, они пока не шевелятся, да? Ну, бобра-то, смотрите. Бобра, говорю, пингвин не ливает пока что. Чё, пингвин, непонятно. Надо сюда дойти, чтобы тут всех почистить. Осветить это место. Так, мне нужно, короче, как-то уже ресурсы реализовывать. Ну, что я прям... Очень медленно идёт. 32 тысячи, 19 тысяч. Вот 33 тысячи есть, хорошо. 23 тысячи камней теперь нужно накопить, да? Ставится ещё одна казарма. Это вот 4 казарма 18 века. Так, они там снова на меня в атаку идут. С многостволами, между прочим. Слушай, это, конечно, беда так-то. Давайте-ка мы отойдём, наверное, сюда, на базу в себе. Мы всё поудаляем. У меня саксонский ГЦ есть. Можем чё-нибудь сообразить. Тут мы всё равно всё придётся удалить. Мы это всё не удержим. Валим и сюда валим. Нечего тут стоять. Пока гаубица. Пока лишь гаубицы. Игра затянулась, я не ожидал. Я думал, сейчас побыстренько мы сыграем. И до свидания. Но обстоятельства были против. Всё-таки захватили, да? Ну ладно, хрен с ним чё. Надо уже давно идти. Вот так он. Хоть куда-нибудь. Так, нормально. Чё, у нас двух фронгов будут нападать? Или не догадается? А не, не догадается. Так, хорошо. Пятый, конечно, тоже бы неплохо было задействовать. Всё, пошли. Двадцать пять гаубиц у меня. Неплохо. Готовимся. Готовимся к атаке. Так, вот этих надо тоже приквартировать нашему основному войску. На камень переходить возможно. Или с Саксонией что-нибудь сделать. Интересное. В принципе, смотреть особо не на что. Думаю, мы тут затащим без проблем. Так, он дальше вперёд, потому что там на гастролке уже подъехали. Так, сейчас он, конечно, положит моих тут часть. Вроде выжили мы. Нормально. Всё, пошли тут защитимся теперь. На гастролке вот сюда. Сбор войск вот сюда. Ребята, иди сюда. Сейчас будем обороняться. Примем битву. Так, с лечевиким. Обход. Так, там всё равно нет никаких войск таких, чтобы на гастролками положить. Так что я удалю лучше их. Так, эти ребята что-то не идут, не атакуют. Странно. Назад давайте. Железо кончилось. Вообще, надо золотые шахты давно уж прокачивать. Что-то я вообще играю так на отвали. Ну, я честно... Короче, играю честно, как могу. Долго, слишком, долго, слишком мне не было. Так, пошли сюда. Мне надо сейчас снести вот эту базу. Они, кстати говоря, не втыкают, что у меня там без охраны остались гаубицы. У них, может, быстрой кавалерии нет? Пока просто массой давим. Так, Саксония, Саксония, ёптить. Давайте кузницу поставим. Ещё один ГСН. Жилых мест вроде достаточно. Так, давайте к шахту прокачиваем дальше. Всё, база сливается тут, которая захвачена у нашего союзника. Так, потихонечку, потихонечку. Тут я про еду маленько забыл, но это ничего страшного. Вторую академку сейчас надо поставить тогда. На камень уже не буду переходить. Я вижу, что это не нужно особо там. Артиллерию тоже подгоняем. Так, ресурсов для стрельбы хватает. Так, ребят, что-то вы совсем плохи. Давайте-ка. Пока поите, дерево порубите, что ли. Так, меткость, меткость, артиллерия нам нужна. Пригодится. Давайте возьмём. И артиллерии, конечно, много, но... Ещё посмотрим, как это будет всё. Назад. Назад, пока назад. Души, вперёд. Вот этих надо в кучу, в кучу бить. Отлично, вот это замес. Сельчевики, конечно, мало осталось. Давайте хоть как-нибудь их используем. Достулы работают. Отлично кладут. У меня не осталось этих. Рундушеров не осталось. Сельчевики, давайте захватывайте артиллерию по-быстрому. Так, артиллерия, сюда ещё залп. Нет у нас угля. Очень опасный момент. Всё, пошли дальше, проходим. I have to go anyway, говорит. Так, лошади. Тоже вот так вот. Сбор войск сюда. Идём вот так вот. Массой опять прожимаем их массой. Так, и давайте на еду возвращаться как-то потихонечку. Я говорю, вон, угли поменяем, нормально. Вот такие вот дела. Ну, ему тут, в принципе, возвращаться уже нечем. Ну, чё ж, давайте подытожим, подытожим всё, что произошло. Короче, союзника я слил, возможно, по своей вине. Возможно, если бы я пошёл ему помогать, слили бы меня. Но это не точно. В общем, пишите свои впечатления. Ошибки, конечно, я сделал, но, в принципе, более-менее затащил. На этом всё. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И вы ждёте продолжения по Казакам-3 на канале. Ну, а с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.